Мой маленький гений рисует большие дома. С зелеными крыльями, синими чудо-глазами он яркий и светлый, за словом не лезет в карман. И каждым движением тянется к солнцу и к маме. Вандеркинд в переводе с немецкого означает чудесный ребенок. Чем так чудесны вандеркинды и что отличает их от других детей? Существует две крайние точки зрения. Все дети являются одаренными или одаренные дети встречаются крайне редко. Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренности можно развить практически любого здорового ребенка при создании благоприятных условий. Для других одаренность – уникальное явление. Сказать, что сейчас много одаренных детей – трудно. Но с другой стороны, нет ни одного ребенка, который не имеет, поверьте мне, множества таланта. Вопрос другой. Хватает ли нам времени? Считаем ли мы это нужным для того, чтобы ходить, водить, заниматься? В третьем оклассе школы номер 6 у Татьяны Алексеевны Чупахиной 24 ученика. Но есть среди них, по ее словам, особый ребенок. Максиму Старобинскому всего 8. Но порой он удивляет своими способностями и нестандартным мышлением даже опытных педагогов. Маленький ребенок так интересно рассуждает. Мне казалось, я такой умный педагог, я очень это научу. А я иногда слушала, он мне рассказывал, я заслушивалась и забывала, что я ему хотела сказать. Для того, чтобы овладеть азбукой ораторского искусства, дважды в неделю Максим занимается в детском объединении «Живое слово». Аркадий Аверченко, Сережкин, Рубль. Читай, Максим Старобинский. Колебания его отражались даже на обложках из трепанных тетрадок, на которых иногда было написано в кривь и в кость. Сергей Мортчинкин. Проводя занятия по технике речи, важно избегать скучных однобразных упражнений, потому что, как говорится, учиться должно быть легко и интересно. Я считаю, что человеку нужно заниматься речью, потому что это пригодится в дальнейшей жизни. Ведь если человек будет неправильно говорить, его могут просто не понять или принять за иностранца. Не случайно слово «одаренность» происходит от слова «дар». В каком-то смысле это действительно дар. Дар природы – Божий дар. Но для его проявления нужна встреча ребенка, наделенного особыми возможностями, с людьми, готовыми развить детские таланты. Всем родителям хочется, чтобы их чадо было самым здоровым, самым счастливым и самым талантливым. Получая из рук акушерки в роддоме маленький попискивающий конвертик, мы почему-то вспоминаем Эйнштейна и Ломоносова, Леонардо да Винчи и других великих мыслителей человечества. А чего такие странные ассоциации? Вероятно, потому что каждая мама и каждый папа хочет, чтобы их малыш был самым-самым. И верят, что талант поможет ребенку не только выделиться из толпы, но и стать счастливым. Но на самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Оценка каждого конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Самые замечательные способности не являются прямым и достаточным показателем достижений в будущем. Но тем не менее, стремление многое успеть еще в детстве всегда даст свои положительные результаты. Кто его знает, как сложится жизнь, чем он займется. Не обязательно он станет художником или не станет актером. Но у него будет вкус к жизни, его, наверное, никогда не коснется депрессия. У него никогда не будет пустоты. Он никогда не придет домой, не сядет, не будет пусковать о чем-то несбеточном. Он всегда найдет выход. По данным детских психологов, возрастной период, в течение которого раскрывается основная часть возможностей и малыша от 4 до 8 лет. Но для того, чтобы ребенок-алмаз стал бриллиантом, необходима огранка. То есть специальные условия, в которых смогут в полной мере проявиться все его природные задатки. Дети с феноменальными способностями проявляют разносторонние таланты. Но важно помнить, что воспитание маленького гения – это не только радость и гордость для родителей, но и большая ответственность. Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность образования, огромное желание заниматься с ребенком с самого раннего детства. Ему это в удовольствие. То есть его это не тяготит, и он хочет ходить. У него есть желание. И рисование, и шахматы, и компьютер. Он делает презентации на компьютере сам. Его никто не учил. Помимо того, что с компьютером Максим в своей неполной девять практически на «ты», он занимается дома еще и английским. Причем делает это с не меньшим удовольствием. Обучение иностранным языкам с раннего возраста отнюдь не является педагогическим ноу-хау. Психологи утверждают, что ребенку намного легче овладеть языком, чем взрослому. А медики уверены, что этот процесс делает мозг более активным. Ему все интересно. Ему интересно и в шахматы играть, и лепить, и рисовать. Я не знаю, танцевать, естественно. Хореография зародилась на заре человечества. Еще в первобытном обществе существовали магические танцы, имитирующие движения животных или воинов. Да и в наше время малыш зачастую начинает танцевать раньше, чем говорить. Просто ему нравится музыка, и маленькие ножки сами пускаются в пляж. Занятия танцами дают ребенку гармоничное пластическое развитие, прививают основы этикета и грамотные манеры поведения в обществе. Ребенок одарен от природы, но очень большое трудолюбие, старание и действительно стремление к какой-то цели. Он хочет научиться танцевать, и у него это получается. Хореография не только научит ребенка двигаться красиво и держать осанку, но и будет развивать его выносливость и духовные качества. Нет, чтобы просто лечь на диване и лежать на нем не было желания. На хореографию идти хочется. Удивительно, но с таким же энтузиазмом он спешит и на занятия по изобразительному искусству. Сегодня Максим рисует жар птицу. Кажется, еще несколько мазков, и из-под волшебной палочки кисти в руках мальчика выпорхнут и расправятся в свободном полете дивные крылья. Психологи уверены, что светлые и позитивные тона, присутствующие в рисунке ребенка, говорят о зрелости его внутреннего мира. Когда я был маленький, я любила живать, но в новых не рисовал. Он рисовал только на листах, красками, пастелью, карандашами. Максим на редкость разумный ребенок. Уж не поэтому еще одним из его увлечений является шахматы. Шахматы – это удивительная игра для детей и взрослых. Считается, что появились они около двух тысяч лет назад в Индии, а само название происходит от персидского «Шахмат» – «Король умер», конец игры. В Россию шахматы завезли купцы с Востока около тысячи лет назад. На шахматной доске сражаются два войска – белые и черные. В этом сражении главный король. Его помощники – ферзь, мудрец в переводе с арабского, ладья, слоны, кони и маленькие пешки, которые в награду за их храбрость и терпеливость могут превращаться в другие фигуры. Здесь дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным войском. Шахматы развивают логическое мышление. Шахматы пригодятся, потому что они развивают ум. Но на шахматы уходит очень много сил. Это, пожалуй, единственная маленькая жалоба за те несколько съемочных дней, которые мы провели с этим удивительным ребенком. Его трудолюбие и оптимизм заражают позитивной энергией каждого, кому посчастливилось общаться с ним. «Одаренный ребенок» – это бурлящий поток, искрящаяся радуга, океан эмоций твердой полокволи. Но каким бы он ни был, мы должны суметь окружить его заботой, пониманием и уважением. Как сказал один поэт несколько веков назад, «талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами». Удивительно, но это изречение не потеряло своей актуальности и по сей день. Воспитывая маленького гения, помните, что это прежде всего ребенок, который нуждается в полноценном детстве с его шалостями, а может быть и капризами, как и все дети. С вами была программа «Чудесный ребенок». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова